Всем привет! И это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym, каналом Ontario 365. И готовить мы с вами будем творожную вкусную пасху, которую не нужно даже выпекать и приготовить ее может каждый. И для такой пасхи нам понадобится творог 700 грамм, это самый главный ингредиент. Также 3 желтка, 2 столовые ложки меда, можете заменить сахарозаменителем, либо даже попробовать с протеином, но я не пробовала. Также кефир, где-то 200 мл, желатин 3 чайные ложки, чтобы пасха получилась наверняка, а также любые сухофрукты, у меня было 200 грамм. Вы можете брать меньше, а также еще можно использовать орешки. Начнем с того, что желатин замочим в кефир и оставим на какое-то время. Также я его немного еще подогревала в микроволновке, чтобы процесс растворения начался намного быстрее. А пока желатин замачивается, я хочу позвать вас к себе на канал Ontario 365, который посвящен правильному питанию и здоровому образу жизни, где вы сможете найти различные варианты ПП завтраков, обедов, перекусов с собой, которые иногда очень даже тяжело придумать, чтобы он был достаточно питательный и насытил вас. Также различные варианты ужинов и, главное, десертов. Заходите, я уверена, что вам понравится. А теперь сухофрукты я уже заранее ошпарила кипятком, но не заливала, чтобы они не превратились в кашу. И теперь я буду курагу и чернослив нарезать. Также я использовала клюкву и вишню. А если вы хотите понизить калорийность этого блюда, кстати, она будет под видео, так что загляните, вы можете использовать меньшее количество сухофруктов. Также, по желанию, вы можете еще добавить орешки. А теперь я буду перебивать творог блендером, чтобы масса получилась еще более нежной и без комочков. Если же у вас нет его, то вы можете перетереть его через сито. В отдельной миске я взбиваю желтки. Затем туда же отправляю мед. Наши сухофрукты и желатин с кефиром. И все это перемешиваем хорошо. Кстати, у меня на канале вышло второе видео из серии белки, жиры и углеводы. Про белки я уже рассказывала. А вот теперь про жиры. Сколько их есть? Когда их лучше есть? В каких продуктах содержатся? Также, какие они бывают? Как они влияют на наш организм? И многое-многое другое вы можете посмотреть уже у меня на канале. Видео давно вас ждет. Просто даже для того, чтобы повторить все те знания, которые у вас есть, а возможно и узнать что-либо новое. Я надеюсь, что вы обязательно посмотрите его и напишите там у меня в комментариях, полезно оно было вам или нет. Затем надо смешать наши две получившиеся массы. Такую паску действительно легко приготовить. И приготовить ее может каждый. Даже тот, кто считает, что он не умеет готовить, даже он может ее приготовить. Готовить легко. Получается вкусно, полезно. И сочетание творога и сухофруктов делает свое дело. На самом деле получается вкус приближенный, как вот сырки покупные, которые мы знаем, что там много сахара, много всякой гадости, но здесь иное. Здесь мы творим сами, мы создаем действительно полезное блюдо своими руками и от этого оно еще вкуснее. А когда приготовите его, обязательно оставьте здесь комментарий, как вам оно и что сказали ваши близкие. Потому что я уверена, что комментарии их и ваши будут просто положительные и вы действительно оцените это блюдо. И теперь я отправляю нашу получившуюся творожную массу в форму. Но перед этим я устелила ее двумя-тремя слоями марли. Это мы делаем для того, чтобы мы потом с легкостью могли достать нашу пасочку. Равномерно распределяем и затем закутываем ее. И сверху кладем тарелочку, а сверху нее еще кладем пресс. И отправляем все это в холодильник. Я это делала вечером и к утру уже все было готово. Ну а так я думаю оно будет застывать даже 2-3 часа в зависимости от вашего желатина. А на утро у меня получилась вот такая вот паска, которая легко отделилась от марли и недолгое время занимала в приготовлении. А также в разрезе вы можете заметить, что все наши фрукты не опустились никуда, как это бывает, когда мы выпекаем. А все равномерно распределилось и получилось действительно очень вкусное и полезное. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы оставите под ним свои лайки, а также комментарии. Обязательно попробуйте ее приготовить на Пасху, она порадует вас и ваших близких. Также ее легко приготовить, так как мы не выпекаем, а она просто сама застывает в холодильнике, что просто облегчает нам работу. И обязательно зайдите ко мне на канал Ontario 365, я давно вас там всех жду. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!